МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Террина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Экскурсии по кампусам и знакомства с преподавателями Саровский физико-технический институт провел день открытых дверей для иногородних абитуриентов. Парад, бессмертный полк и гуляние в парке Департамент культуры представил программу 9 мая. Мой друг-велосипед, сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию. Далее расскажем по всем подробно. С 1 мая Пенсионный фонд России начал принимать заявление на выплату малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Досрочный прием заявок на портале Госуслуг начался еще в апреле. По заявлениям, поданным до 1 октября, выплаты будут произведены за период с 1 апреля этого года. Размер пособия составит от 50 до 100% прожиточного минимума на ребенка в зависимости от дохода семьи. Все необходимые сведения органы, назначающие выплаты, получают из государственных информационных систем. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. В среднем по стране это от 6150 рублей до 12300. При этом 50% базового размера выплаты, 75 назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума. 100% есть при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума. Если в семье, которая проходит комплексную оценку нуждаемости, несколько детей от 8 до 17 лет, то пособие назначается на каждого из них. В Сарфатыни Яумифи прошел день открытых дверей для иногородних абитуриентов. Ребята из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Саранск и других городов познакомились с нашим вузом. Пообщались с преподавателями и студентами, побывали в общежитиях и кампусах. Подробности далее. День открытых дверей Саровский физико-технический институт проводит два раза в год. В ноябре вуз приглашает на экскурсию саровских школьников, а в апреле привозят ребят из других городов. На месте они могут разобраться во всех деталях поступления, узнать, что вуз предлагает иногородним студентам, расспросить тех, кто уже учится в Сарфатыни и познакомиться с преподавателями. К нам приехало примерно около 300 человек из разных районов Нижегородской области, Республики Мордовия. Мы из Кстова впервые приехали, из Перми, Серпухов у нас здесь присутствует. А так, в основном, все основные – это Нижний Новгород, Арзамас. Все гости Дня открытых дверей заявили о своем желании посетить вуз и подали заявки еще осенью. Затем процедура оформления въезда. Для многих это еще и уникальная возможность посмотреть закрытый город. Кстати, День открытых дверей для иногородних – это единственная возможность привезти сюда родителей. Самое основное, как раз, что именно родители тоже могут приехать в этот день вместе со своим ребенком и посмотреть данный город. Потому что, когда уже ребенок поступит, станет студентом Саровского физико-технического института, в этом случае уже родители не смогут приехать. Родители смогут приехать только тогда, когда он закончит институт, устроится в городообразовующее предприятие «РФИАЦМИЕВ», будет работать. Только после этого он может привезти сюда своих родителей. Поэтому у них есть возможность посмотреть, куда они могут отправить своего ребенка. Нижегородский центр «Одаренных детей» впервые принял участие вне открытых дверей САРФТИ. Для многих ребят это вообще был первый день открытых дверей университета, который они посетили. В ЦОДИ учатся школьники с разных уголков нашей области, поступают туда после сдачи сложных экзаменов. День, проведенный в Сарове и в институте, принес им массу впечатлений. Мне очень понравился город, тихий, ухоженный, отличается от многих других городов. Например, Нижний Новгород – оживленный, а Саров – полная его противоположность. Мне очень понравилось приезжать по улицам, так тихо, спокойно, красиво. Мы познакомили с структурой администрации, как раз таки вуза, и также рассказали, что будет на данных факультетах. Познакомили с жизнью студентов, мне кажется, это очень самое главное, потому что, как говорится, учиться нужно, но также еще от учебы нужно отдыхать, чтобы не перегореть. Нам рассказали, какие есть дополнительные образования, то есть дополнительные кружки секций, и очень понравилось. Он для меня показался городом контрастов, потому что находишься в одном месте, с одной стороны лес, а с другой стороны ТЦ. Это крутой день сегодня, потому что это первый вуз, который я посетила, и я рассматриваю его как вуз для поступления. Ремонт здесь очень красивый, все дружелюбные, здороваются, воспитанные, очень приятно побывать в таком месте. В главном корпусе вуза абитуриентов поводили по факультетам и познакомили с деканами. На каждую встречу отводилось по 10-15 минут, но гости из Центра одаренных детей вышли за все регламенты на мастер-классе Петра Кузнецова. Петр Германович показал ребятам физические опыты. Вообще физика – это основополагающая дисциплина, которую изучают все студенты вуза. Первое, что я хочу показать, что физика – это не какая-то скучная наука, а это то, что вокруг нас окружает. И все мы подчиняемся в той или иной мере этим законам физики. И я стараюсь продемонстрировать те занимательные опыты, которые действительно показывают физику, понимание физики. Ну и стараюсь с ними беседовать на данной теме. Судить об уровне подготовки абитуриентов пока рано. Однако, как отмечает Петр Германович, на выпускниках этого года сказалось пандемии. Они миновали аттестацию в девятом классе. Плюс на их долю как раз выпало введение дистанционного обучения во время первой волны ковида. У меня было бы три группы прошли уже. И вдруг в группах были достаточно сильные умные дети, которые действительно задавали вопросы. Но как только начинаешь чуть поглубже копаться, то действительно у них есть некоторые проблемы. Но интерес к физике у них есть. Как правило, многие поступают к нам, дальше они начинают заниматься. Те, которые сразу вливаются в учебный процесс, дальше принимают участие в различной научной работе, участвуют в студенческих олимпиадах, выезжаем в Москву, в НИЯУМИФИ на олимпиады. И они показывают достаточно высокие результаты. Узнать всю информацию об вступлении можно на сайте Саровского физико-технического института и в группе САРФТ и НИЯУМИФИ «Приемная комиссия». Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Российским туристам грозит серия мошеннических атак. Об этом сообщили специалисты по информационной безопасности. Они ожидают, что накануне во время праздников появится много фейковых сайтов по продаже авиа- и железнодорожных билетов, а также сервисов по бронированию жилья. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На огородах в Союзе 1 мая сгорел дачный дом. Как сообщили соседи, возгорание произошло из-за палы травы. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают, что ни в коем случае нельзя жечь прошлогоднюю траву на своем приусадебном участке. Это можно делать, но только в специально отведенных местах, в железных бочках, на определенном расстоянии от строения и в безветренную погоду. Потепление вернется в Нижегородскую область к 3 мая. Как сообщает Яндекс.Погода, в среду потеплеет до плюс 16. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6 метров в секунду. В четверг вновь небольшое похолодание до плюс 17 дней, минус 2 ночью. По прогнозам синоптиков, после этого больше заморозков ночью не ожидается. К выходным потеплеет до плюс 16, ночью до плюс 8. Георгиевские ленточки будут раздавать в Сарове 6 и 7 мая. С 16 до 17 часов волонтеры будут дежурить на двух точках возле Ледового дворца и Клуба здоровья на ОБЦ. Добровольцы не только раздадут горожанам символы праздника, они расскажут, как правильно повязывать ленточку и где ее носить. Кроме того, георгиевские ленточки можно будет получить непосредственно на утром 9 мая до Парада Победы на площади Ленина. Продолжается голосование по выбору приоритетного объекта благоустройства на 2023 год. Саровчане смогут отдать свой голос за сквер в районе дома номер 1 по проспекту Мира или зону отдыха на пруду Боровом. Проект, который наберет большее количество голосов, будет благоустроен за счет городского, областного и федерального бюджетов. Напомним, что оба объекта уже выставляли на голосование в рамках программы формирования комфортной городской среды в прошлом году. Тогда победил сквер за администрацией. Работы в первую очередь уже начались. Они включают в себя расширение устройства дорожек, бордюров, цветников, выставки газона и т.д. Голосование продлится до 30 мая. Отдать свой голос можно на сайте «Голос за». Это занимает не более пяти минут. Чтобы Саров попал в проект, нужно, чтобы проголосовало как минимум 8600 горожан. 9 мая – это праздник, который живет в сердце каждого из нас. Два года пандемии не позволяло отпраздновать День Победы. И вот, наконец, многие ограничения сняты. Горожане смогут побывать на параде или принять участие в акции «Бессмертный полк». Мероприятия, посвященные Дню Победы, в городе стартуют 8 мая. В этот день в парке Зернова покажут широкоформатные фильмы. Саровчане увидят легендарные киноленты «Белорусский вокзал» и «Белый тигр». 9 мая мы начнем программу в 9 часов утра у Вечного огня. Планируется прохождение войск парадом, в том числе включая юно-армейцев, пионерские дружины, акцию юных барабанщиков, которые готовят дворец детского творчества. В 10 часов на проспекте Ленина пройдет легкоатлетическая эстафета, которую традиционно проводит Департамент по делам молодежи и спорта. В 11 часов на стадионе «Икар» состоится турнир по футболу «Кубок Победы». А с 14 часов в парке Зернова стартует праздничная ярмарка. Для саровчан подготовят тематические локации, мастер-класс, интерактивные площадки и акции. На танцевальной площадке в 16 часов проведут концертную программу «Наследники Победы» с участием творческих коллективов города и Духового оркестра военной части 32-74. Традиционная акция «Бессмертный полк» в Сарове в этом году пройдет очно, однако с соблюдением ковидных ограничений. Как ограничительные меры по распространению коронавирусной инфекции в Нижегородской области еще не все сняты, поэтому запись желающих поучаствовать очно в этой акции происходит по телефону сотрудниками библиотеки имени Маяковского, и она не может превышать больше 300 человек. Ну, это вот, так скажем, по нормативным документам. Хотя разложить цветы могут все желающие вечному огню в течение вообще всего дня 9 мая. Запись на участие в акции по телефону 99406-99409. Количество участников ограничено. Сбор в 8.30 на площади Ленина. Всероссийская минута молчания пройдет в 19 часов в Помере-Кисатис. Там же покажут в 19.15 экран живой памяти, фильмы Победы. Праздничный салют Победы запустят с моста строителя Захарова в 22.00. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. С начала мая начали действовать изменения в законодополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Согласно новшествам, теперь отцы смогут получать материнский капитал. Отец или усыновитель получит право на использование мат-капитала, если мать ребенка не гражданка России умерла или объявлена умершей. Ранее такая норма работала для отцов детей, чья мать была гражданкой России. В случае смерти отца, выплата в равных долях перейдет детям. Также предполагается, что отцу будет положен материнский капитал, если мать оставила ребенка в роддоме или больнице и дала согласие на усыновление. Введенная норма даст возможность мужчинам получить мат-капитал при рождении детей от суррогатной матери. Заявление на оформление сертификата можно будет подать на портале госуслуг, либо лично обратиться в отделение пенсионного фонда России или ФЦ. Отряд юных инспекторов движения 11-й школы совместно с сотрудниками ГИБДД Сарова провели акцию «Мой друг, велосипед». Ребята напомнили велосипедистам, какие правила дорожного движения нужно знать, чтобы безопасно передвигаться по городу на средстве индивидуальной мобильности. От шалости до беды всего один шаг. Невозможно продумать все риски, которые последуют после несоблюдения правила дорожного движения. Поэтому акция «Мой велосипед» призывает нас не подвергать себе опасности и во время движения через дорогу слезать с велотранспорта. Акция «Мой друг, велосипед» прошла в рамках Дня единой безопасности. Ребята из отряда юных инспекторов 11-й школы и сотрудники ГИБДД общались с велосипедистами Сарова. Вместе обговаривали такие важные правила дорожного движения, как спешивание во время перехода проезжей части. Передвижение на велосипеде только по тротуарам до 14 лет. За 2021 год на дорогу города Саров произошло два дорожно-транспортных пришествия с участием велосипедистов. Это были два несовершеннолетних велосипедиста. Оба ДТП произошли по их вине. Велосипедисты переходили по проезжей части, не спешившись. У обучающихся 11-й школы в возрасте от 9 до 14 лет есть возможность вступить в отряд ЮИД. Там ребята изучают правила дорожного движения, способы оказания первой помощи, принимают участие в акциях, пропагандирующих дорожную безопасность. В Ледовом дворце торжественно открыли мемориальную доску в честь Вячеслава Логинова, человека, который внес большой вклад в развитие спорта в нашем городе. В числе его заслуг – строительство ледовой арены. Почтить память Вячеславу Николаевичу пришли руководители города и ядерного центра. Напряженные тренировки, сильные соперники, острые состязания. Сейчас едва ли можно представить Саров без его спортивной жизни. Но мало кто задумывается, какой долгий тернистый путь прошли основатели Федерации хоккея и футбола, чтобы юные сыровчане каждый год могли делать робкие шаги на этом поприще – учиться, совершенствоваться, побеждать. В Ледовом дворце – особый день. День памяти удивительного человека, основателя снежной арены в нашем городе – Вячеслава Николаевича Логинова. Любой спортивный праздник, Вячеслав Николаевич в центре, Вячеслав Николаевич, душа вокруг него, значит, и формальные клубы, и неформальные клубы спортивные, вот, и всегда это какие-то обсуждения, причем какая-то неимоверная способность параллельно, вроде бы отдыхая, значит, вроде бы общаясь просто в неформальной обстановке, решать какие-то вопросы. Практически все свободное время Вячеслав Николаевич посвящал развитию футбола и хоккея в нашем городе. Однако решение многих вопросов требовало помощи. Для этого он создал футбольно-хоккейную ассоциацию Сарова, в общественную деятельность которой привлекал депутатов, руководителей предприятий, чиновников и бизнесменов. Этот человек предпочитал командные виды спорта, и главное, на мой взгляд, его достижение в том, что он смог сплотить команду из совершенно разных коллективов. Это представители депутатского сообщества, администрации, руководители ядерного центра, это представители бизнес-сообщества. И объединив эти усилия, понимая, что все эти усилия направлены на благо, удалось создать этот объект. Открытие мемориальной доски в честь Вячеслава Николаевича Логинова в Ледовом дворце – возможность еще раз отдать дань уважения и выразить огромную благодарность за развитие спорта в нашем городе. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова